Не так давно глава республики заявил, что за пять лет в Крыму отреставрируют около ста мемориалов Великой Отечественной войны. И вот мы хотим у вас спросить, ведутся ли работы по восстановлению памятников в Керчи? Доброе утро, коллеги! Да, все верно. В течение нескольких последующих лет в Крыму восстановлению памятников времен Великой Отечественной войны уделят особое внимание. Это, конечно же, внушает надежду и керчанам, ведь сегодня таких исторических объектов, требующих реставрации, в городе насчитывается около 20. Сегодня у нас в студии неравнодушный человек, общественник, историк, который отслеживает эту тему и помогает в восстановлении обелисков и братских могил. Я представляю вам Станислава Матвеева, президента Керчи-Иникальского общества истории древностей. Доброе утро, Станислав! Доброе утро, да. Для начала расскажите нам, чем занимается ваше общество? Автономная некоммерческая организация Керчи-Иникальское общество истории древности, существующие уже 5 лет, занимается... Основные виды деятельности — это сохранение историко-культурного наследия, это научно-исследовательская работа и культурно-просительская работа. То есть все, что связано с историей нашего региона, все это нас волнует, и мы искренне переживаем по этому поводу и стараемся привлекать к этому общественность и власть. Ну вот, кстати, как я уже сказала, что вы очень интересуетесь темой сохранения истории, в том числе и памятников. Какие сегодня у нас объекты нуждаются в реставрации? Ну вот, мы озаботились в этом году, на следующем году большая дата, да, в истории нашей страны, и мы, значит, обратили внимание и общественности, и власти на состояние объектов, находящихся на братских могилах. Братских могилах, посвященных событиям Великой Отечественной войны и революции. Вот именно эти 20 объектов, по большому счету, требуют в некотором случае даже и капитального, а так, значит, текущего ремонта. Расскажите о своем опыте. Я знаю, что вы набирали добровольцев и провели за последние полгода около 50 субботников, направленных на поддержание порядка и чистоты вот в таких памятных местах в Керче. Мы понимали, что объять необъятное невозможно, и в связи с этим, значит, воспользовались, поняли, что 21 век, воспользовались социальными сетями, достаточно просто все создали беседу, в которую пригласили людей, которые, по нашему мнению, могли бы выделить некоторое количество времени для такого хорошего дела. И в итоге откликнулись люди, причем огромное количество, это были и отдельные какие-то, значит, представители нашего общества, значит, наши горожане и гости города в том числе, и даже некоторые общественные организации. То есть нам получилось сформировать несколько команд, которые регулярно, еженедельно выходили на один или два объекта и наводили на нем порядок. А как вообще возникла эта идея? Вот откуда появилась? Ну, посмотрели на опыт столиц, на самом деле, потому что вот в том числе отметила нас, мы являемся тоже ассоциированным членом Всероссийской организации охраны памятников истории и культуры, и мы увидели, что такая практика существует в Москве и в Петербурге. Там привлекают общественность, людей просто для проведения вот таких вот работ. И решили реализовать то же самое в Керчи. Сколько волонтеров удалось собрать? Ну, опять же, тут ситуация такая, что в количестве людей это примерно 110 человек, которые, значит, выходили более там одного или двух раз, да, вот. Но нужно отметить, что это и отдельные люди, и общественные организации, причем абсолютно разноплановые, и военно-патриотического направления, и культурно-просветительской работы. То есть там очень много всяких разных организаций, которые принимали участие в нашей деятельности. Как откликнулось молодое поколение, подрастающее? Ну, вот основная масса как бы и была именно в возрасте от 12 до 22, хотя у нас были добровольцы и пенсионеры, в том числе там 70-летние, которые тоже приходили смело с лопатой и говорили, я готов, давайте поработаем. Ну, основная масса, конечно, да, это в первую очередь молодежь, причем молодежь детских общественных организаций, там разведчики, потом юно-армейцы, потом военно-патриотические клубы, литераторы юные и так далее. Хорошо, Станислав, спасибо вам большое за то, что нашли время сегодня для нашей беседы. Я думаю, что после вашего рассказа керчане будут больше внимания уделять состоянию памятников Великой Отечественной войны и других исторических дат, и, конечно, оказывать посильную помощь в их восстановлении. К этому часу у меня все, студия, я передаю вам слово. Я думаю, что не только жители Керчьи будут очень трепетно относиться к памятникам культуры, но и вообще, в принципе, все жители полуострова. Ну, а мы вам говорим большое спасибо, Дарья, и желаем вам интересного и продуктивного дня.